Бывший спикер Верховного Совета, бывший генпрокурор, бывший член правительства и некогда популярная политическая фигура прошлого века. Эти люди с приставкой «экс» сегодня вышли, чтобы бросить в массы клич. Все, кому не безразлична судьба Родины, на Курултай. Система авторитарная по существу. Мы уже говорили, что по существу полностью жила. Показала свою абсолютную некомпетентность и исчерпанность. Этой ситуации она должна уступить вместе полноценным и исключением охраны. По мнению инициатора Всенародного Собрания, общество сегодня разобщено. Ему нужен новый общеполитический фундамент, а не клей. У нас пока еще много нефтедолларов и у нас слишком много Назарбаева. Только это вот пока всех и консолидирует. Что же надо делать Казахстану, чтобы не закончиться вместе с этими нефтедолларами и с этой аккордой? Вот ради этого мы здесь и собрались. Этот пожилой политик когда-то собственноручно вручил удостоверение президента первому секретарю ЦК Нурсултану Назарбаеву. Сегодня Серегбол сын Абдильдин считает, юридический первый президент нелегитимен. Днем первого президента обозначает 1 декабря. Опять же, 1 декабря он не был избран президентом республики Казахстан. А первый же он был избран президентом Казахской Советской Социалистической Республики. Предстоящий Курлтай не имеет ничего общего с прежними провальными попытками решительно объединиться, убеждают спикеры. Это вроде как политический тренд дня. На первый взгляд может показаться, что над карьерой того же Жармахана Туякбая периодически как будто даже витает дух Майдана. Так было 8 лет назад, когда Жармахан Туякбая шел единым кандидатом от оппозиции на выборы президента. Так со стороны выглядит и сегодня, но всего лишь выглядит. Украина всегда двигалась в сторону демократии. В течение 20 лет они воспитали в народе психологию, веры, свободу. Без боясь за него говорить, критиковать власть, сравнить ситуацию, скажем, на политическую ситуацию. Эта пресс-конференция только заявка на общенациональное собрание Курлтай. Участвовать в нем может любой казахстанец, готовый вступить в народный фронт. Впрочем, скептики заметно иронизируют. Они считают, что оппозиция снова ставит не на тех лидеров.